Ну, как вы уже сказали, меня зовут Кирилл Попов, я из одноклассников, и я говорю про Android Serialization. Вот кто-нибудь из вас смотрел мой предыдущий доклад с прошлогоднего Мобилуса про фреска? Есть такие? Поднимите руки, пожалуйста. Вот, не так много. А теперь поднимите руки те, кто работал с сериализацией на Android хоть раз. Ну, все, да? Чувствуете разницу? Одно дело рассказывать про библиотеку, которая только недавно вышла и которую никто не знает, и совсем другое про сериализацию, с которой все из вас работали. Я покажу, как на сериализацию смотрим мы в одноклассниках, что мы из этого применяем, ну и вообще какие технологии есть на сегодняшний день. Так, поехали. Ну, что такое сериализация? Сериализация – это процесс преобразования объектов в какую-то последовательность байт. Обратный процесс называется десериализация. В своем докладе я под сериализацией буду понимать совокупность этих двух действий. В том числе я буду говорить в основном про фреймворки и про подходы. Ну, вообще давайте посмотрим, как… Ой-ой-ой, спасибо. Вообще давайте посмотрим, как именно на Android, ну, в каких именно моментах мы встречаемся с сериализацией. Самый первый – это получение данных от сервера. Здесь мы ничем не отличаемся от большинства из вас. У нас точно так же используется JSON в виде транспорта. Единственное отличие, может быть, заключается в том, что мы используем потоковые парсеры. Это дает некий прирост производительности, потому что мы не должны дожидаться конца ответа, прежде чем начинать строить объектную модель. Плюс мы экономим на выделениях памяти, потому что нам не нужно вычитывать весь ответ в строку, потом строить по нему дом-модель GSOC документа, чтобы потом только приступить к формированию нашей собственной модели. Ну, если кто-то из вас с такими потоковыми парсерами не работал, вот здесь какой-то простой пример. То есть наш парсер знает про токены, которые он ожидает встретить в потоке данных, выдергивает оттуда по ключам какие-то данные, формирует объект и отдает его дальше. Соответственно, если находим вложенный объект, делегируем это к какому-то другому парсеру. Следующий момент, где мы можем встретить сериализацию, это передача данных внутри приложения, там IDL, StartActivity и так далее. Здесь мы ничем не отличаемся от их остальных, точно так же используем парслову. А теперь самое интересное и то, чему будет посвящена большая часть, практически вся моего доклада, это хранение данных на диске. Этот момент сильнее всего отличается, ну, у него есть какие-то куриные отличия от первых двух пунктов, какие конкретно и вообще почему я про все это рассказываю, будет понятно чуть дальше. И, наверное, вы можете спросить, а вообще зачем ты вот рассказываешь про сериализацию? Потому что есть, наверное, другие компоненты, которые работают сильно медленнее. Но давайте узнаем. Вот как вы думаете, почему strict mode ругается на использовании дискового I.O. на UI трейде. Есть какие-то предположения, почему это так? Потому что он блокирует сериал, здравствуйте. Да. Кто-то из вас может посчитать вдруг внезапно, что потому что дисковые I.O. медленные. На самом деле такой, первым должен быть ответ, может кто-то из вас об этом подумал. Но на самом деле это не так. Вы можете спокойно сами в любой момент запустить команду DD на девайсе и увидеть, что на самом деле даже на средненьком девайсе, а вот Samsung Galaxy S3 mini, мы у себя в команде выбрали в качестве эталона такого среднего юзерского девайса. Почему именно его? Это отдельная большая тема и тема для отдельного доклада. Это было не решение с потолка. Но вот даже на нем запись 100 килобайт данных занимает примерно от 2 до 10 миллисекунд. Это запись. И значение в 100 килобайт я выбрал тоже не просто так. 100 килобайт это примерно средний размер ответа одной страницы для ленты в нашем приложении. Соответственно, если мы будем смотреть на скорость 10 реализации, то есть вот мы взяли данные наши и положили их на диск, а потом пользователь заходит и мы хотим сразу же взять и показать ему контент. Так вот, мы увидим, что на том же S3 mini скорость чтения данных с диска и десериализация. А здесь в качестве десериализации используются наши решения, которые выигрывают по перформансу все остальные, о которых я буду говорить сегодня. Даже в таком кейсе она непосовпоставимо больше времени занимает. Поэтому обращать на десериализацию внимание очень важно. Еще хочу обратить такой момент, что это не значит, что нужно все операции с диском делать на UI трейде. Очевидно, нет. Но вы должны помнить о том, что в 90% случаев, а это цитата человека, который пилил стрекмот, дисковый диск на андроиде работает очень быстро. И вот для таких кейсов вам нужно всем заниматься. Соответственно, похоже, открытие сделал для себя недавно Джон Кармак. Как недавно, буквально вчера. Он говорит, боже мой, ребята, у меня на Galaxy S7 скорость чтения с диска 288 мегабайт. Ему там в комментах написали, чувак, ты вообще отстал. У нас на iPhone уже 800 метров в секунду скорость чтения с диска. То есть вообще уже приближается к оперативной памяти скорость. Окей, понятно, что мы должны заниматься сериализацией. А какие у нас есть требования для нее? Первое, очевидно, скорость. Чем быстрее она будет работать, тем быстрее мы покажем, ну, улучшим старт нашего приложения, быстрее покажем кешированные данные пользователю. Второе – это версионирование. О тех подходах, которые я буду говорить, они больше применимы. Я буду их рассматривать с точки зрения ленты. Лента – это первый раздел, который пользователь видит при заходе к нам. Следовательно, мы хотим, чтобы он всегда там увидел какие-нибудь данные, если он хотя бы один раз запускал приложение. Но проблема в том, что у нас двухнедельные релизные циклы, плюс иногда есть внеплановые релизы еще. И если мы при каждом обновлении будем дропать пользовательский кэш, то количество людей, которые заходят в ленты и не видят ничего, потому что у них нет интернета, и они даже не могут в старый контент позалипать, сильно возрастет. Хочется этого избежать по возможности. Третье – устойчивость к ошибкам. Все мы люди, все мы умеем ошибаться, и если кто-то вдруг забыл добавить какое-то поле в сериализатор или наоборот, ну, разного рода ошибки могут произойти в сериализации, важно, чтобы мы могли их отлавливать в нужный момент и, во-первых, понимать, где они происходят, а во-вторых, ну, дропать кэш, к примеру, да, то есть это не должно приводить к фатальной неработоспособности всего приложения. И размер на диске. У нас очень много разного тяжелого контента, фотографии, музыка, и поэтому для нас размер на диске, конечно, важен, но не настолько. Тем более очень часто наши разделы кэшируют только первую страницу, поэтому оверхед суммарный по сравнению с медиа-контентом не такой большой. Если вы пришли на мой доклад, ожидая, что я буду рассказывать вот про всякие разные замеры по скорости различных сериализаторов, то нет. Это, ну, задача, которая давно решена. К примеру, вот здесь приведен репозиторий, который сравнивает около, ну, в котором приведено сравнение около 20 различных Java сериализаторов по туче разных критериев. Поэтому, если вы захотите, ну, посмотреть сами и посмотреть эти бичмарки, welcome. Стоит обратить внимание на смайлики и очень разные, ну, эмоджи, которые показаны в углу экрана. Это такой небольшой summary по тем четырем критериям, которые я сказал. Ну, соответственно, скорость, версионирование, устойчивость к ошибкам и размер. Ну, и смайлики описывают общее впечатление от всего этого. То есть за конкретными замерами прошу проследовать по ссылке, которую я указывал до этого. Итак, соответственно, самый первый вопрос. А почему бы вообще не взять, да, и не хранить на диске JSON? Ну, вот мы его… в чем вообще весь этот разговор? Мы получили от сервера JSON специальный диск, прочитали, все круто, все партии, сервизаторы у нас уже есть. Проблема в том, что JSON – это human readable формат, поэтому он… у него самый большой overhead по размеру. Плюс он, ну, не поддерживает версионирование, потому что когда мы идем за сервер, сервер знает нашу версию, он дает нам именно те данные, которые нам нужны. И если мы хотим… ну, мы их сположили на диск, обновили версию, и оп, у нас проблема. Следующий стандартный подход – это SecureLite. До какой-то порыв, может быть, даже будет у вас хорошо работать, а именно до той, пока ваша модель не будет слишком сильно разрастаться. У нас в ленте 85 разных сущностей, которые могут еще как-то хитро ссылаться друг на друга. И если мы хотим эту нормализованную форму достать из базы, это занимает неправда большое время. Конечно, есть другой подход. То есть мы поняли, что база данных вам все-таки нужна. Вы вынесли индексы, по которым вы будете делать поиск в отдельные колонки, а оставшийся контент вы закидываете в блоб. Окей, да, абсолютно хороший способ, который имеет право на жизнь, но тогда это решение попадает из моего доклада, потому что, чтобы получить блоб, вам нужно выбрать механизм с реализацией. Это вариант для самых ленивых. Вы не делаете ничего, у вас все работает, и в целом можно жить. Особенно если это какой-нибудь второстепенный раздел, в который пользователь заходит достаточно редко, и вы считаете, что более крутое решение не всегда оправдано. Ну, да. Даже у нас где-то в каких-то разделах используется Java сериализация. Простой способ, если вы не хотите подключать библиотеки по каким-то причинам, к примеру, не знаю, вы боретесь с мультитексом, это использовать externalizable. Вообще он предназначен не для этого, а для того, чтобы дать вам больший контроль над тем, что и как вы сериализуете. Но как сайд-эффект с помощью ручной имплементации данного интерфейса вы можете ускорить сериализацию Java на 30-40%. Следующим логическим решением является использование библиотек FST или CRIO. Идея вот в чем. А если Java сериализация такая медленная, нельзя ли, сохраняя ее контракт, взять и эту самую сериализацию ускорить? И да, оказывается, можно. Данные решения конкурируют по скорости с самыми крутыми и быстрыми JSON-парсерами и в том числе чуть-чуть не… ну, чуть-чуть проигрывают по скорости схемным форматом типа protobuf. Ну, как чуть-чуть. На какую-то существенную величину, но не критичную, там, до полутора раз. Протобуфу и каким-то другим решением. Но у них есть очень большая проблема, связанная с тем, что так как все эти библиотеки построены использованием Safe, они не… ну, точнее, они пытаются выжать максимальную скорость из сериализации. Они не хранят никакие… никакую метаинформацию, которая помогла бы вам защищать ваши данные условно. Поэтому если вы решите использовать такой подход в проекте, не пытайтесь даже играться с версионированием. При апдейте приложения сразу дропайте все данные. Почему? Ну, приведу простой пример. Предположим, у вас есть класс user. И выглядел как-то так. Это его ID и массив друзей. Но в какой-то момент пришел какой-нибудь разработчик, и, может быть, даже это был вы, и взяли и как-то мутировали его. Но так как FST работает, ну, для него не нужно писать ни сериализаторов, ничего остального, то, возможно, вы даже вообще не знали или забыли, что у вас где-то там глубоко внизу есть сериализатор, который все это хранит, записывает в кэш и достает из него. И вот вы взяли и мутировали поле. Всего лишь. И каково же будет ваше удивление, когда вы поймете, что на новой версии с вот таким вот юзером у вас совершенно спокойно прочитаются старые данные, и все будет совершенно нормально работать. Ровно до одного момента. Пока у вас в приложении не произойдет первый раз обращение к полю friend name. В этот момент ваш ап свалится с class cast exception. Невозможно скастить арейлист из юзеров к стринге. Соответственно, так как эти сериализаторы для скорости игнорируют различные магические методы сериализации, в том числе и серио-вершин вид, то у вас проблема. Если вы начинаете включать эти защитные механизмы, соответственно, вы резко начинаете просаживаться по скорости. Следующий способ это протобув или его реализация этого формата под андроид, который называется wire. Это схемные форматы. Идея заключается в том, что давайте-ка мы возьмем и опишем схему наших данных, а потом с кода генерим код и для сервера, и для клиента. Возможно, это рабочее решение, особенно если вы начинаете проект с нуля или у вас он не такой большой. У нас 200 API, больше 200, наверное, API методов, при этом в каждом из них еще используются чебенов. И переводить все это на схемные форматы – это очень большая работа. Если же говорить про использование схемных форматов только внутри сериализации, с точки зрения сериализации на диск, то они дают вам некое неудобство. Во-первых, они очень сильно ограничивают вас в том, как вы строите свою модель. Наверное, логично иметь в дата-обжектах какой-нибудь URI андроидный. Но так как протобув ничего про URI не знает, вы не можете этого сделать. Есть много людей, которые берут объекты протобув, вокруг них врапают свои собственные объекты и говорят, что у них все хорошо. Но на самом деле получается, что вы должны дистерилизацию делать два раза. Сначала в протобув, а потом к себе. Соответственно, такое решение выглядит, мягко говоря, очень странным. Чтобы получить максимальный перформанс, буст от использования схемных форматов, вам надо эти объекты использовать напрямую как свои основные дата-объекты. Но, опять же, тогда вы получаете ограничения, потому что возникает проблема. А как эти объекты расширять? И у вас для каждого класса person, который вы сгенерили по протобув, будет person.utils, в котором будет туча extension методов. Сегодня будет три доклада про Kotlin. Вот у них, возможно, такой проблемы не стоит. Но с Java это выглядит как полнейший ад. Еще одно решение, которое использует у себя Facebook, называется flatbuffer. Ребята пошли очень дерзким и наглым путем. Они сказали, блин, а давайте представим, что все наши объекты – это тупо большие-большие массивы байт. И в этих массивах байт мы будем хранить vtable, в котором мы будем указывать на смещение, по которым лежат поля вашего объекта. И по смещениям уже будут находиться сырые данные. Соответственно, вот эти… Ну, flatbuffers тоже схемный формат, поэтому все вот эти поля тоже изначально описываются в какой-то схеме. В итоге решение получается очень производительным, потому что у вас формально десерилизация и серилизация отсутствует как класс. В тот момент, когда вы закончили вычитывание байтового массива из потока, у вас получился готовый объект. Все, что делают flatbuffers, это, ну, если можно так очень грубо выразиться, очень грубо, это он генерирует extension методы для байтбуфера, которые позволяют вам сразу же получить нужное поле. Они из-за вас высчитывают такие вот смещения. Но минус такого подхода в том, что, по сути, он десерилизацию размазывает по всему рантайму вашего приложения. Вместо того, чтобы получить int из поля, как в обычном podge, вам нужно сначала пойти в table в anobite-буфере, посмотреть смещение и только потом получить объект. А в случае, если у вас еще и ложная структура, все это слишком усложняется. Но вторая причина, более жестокая, заключается в том, что вам тяжело мутировать данные. В некоторых случаях просто невозможно. Если у вас фиксированный массив размер примитива, к примеру, вы хотите мутировать int, у вас нет проблем, вы нашли его смещение, переписали 4 байта на свои, все хорошо. А что если вам нужно поменять строку? Если вы замените строку John на Кристина, да, условно, вам нужно будет сдвинуть все элементы, которые лежали в массиве дальше. А самое страшное заключается в том, что вам нужно будет пересчитать все vtable для объектов, которые лежат после вас. Соответственно, по сути, любая мутация поля переменной длины и влечет к тому, что вам нужно пересобирать весь байбуфер. А вот что в итоге? Что же используем мы? А мы используем свое решение, которое прям очень простое. И сейчас мы о нем поговорим. Представим, что у нас есть какой-то поджо, который представляет себя фит, у которого есть айдишник и поле автор. И, допустим, мы хотим его сериализовать. Для этого снаружи для каждого объекта пишется свой сериализатор, в котором содержатся два метода для чтения и для записи. Отдельно мы пишем версию объекта и отдельно мы пишем его поля. И, соответственно, читаем. Это удобно тем, что с точки зрения кода у нас остается обычная Java. Если ты не добавляешь никаких полей, то ты можешь даже вообще не представлять, что у тебя существует сериализация, которая при этом, как я уже говорил, работает очень быстро. При этом, так как каждый объект поддерживает свою собственную версию, мы можем практически неограниченно мутировать объекты как угодно. Ну, то есть мы можем делать любые изменения, рефакторить, менять пакеты объектов, менять их названия, что угодно, и мы всегда сможем прочитать старые данные, которые лежат в кэше. А как же, собственно, выглядит этот фреймворк, если можно так очень громко выразиться, с точки зрения реализации? По сути, это обычный Java, класс из стандартного Java SDK, DataOutputStream, с одним лишь единственным расширением, который называется WriteObject. Он делает две вещи. Ну, во-первых, мы должны проверить, что ссылка, которую нам передали, не нам, и записать ее отдельно в виде байтика. А дальше есть просто перечисление, ну, по сути, маппинг между сериализатором объекта и интом. В итоге до тех пор, пока мы поддерживаем этот маппинг, мы можем, ну, мы всегда можем найти сериализаторы и сериализовать и десерилизовать наши объекты. Ну, чтение выглядит точно так же, только симметрично. А какие плюсы у такого подхода? Во-первых, он очень быстрый. Прям вообще. Потому что, по сути, мы не храним никакой метаинформации и не пишем ее, кроме единственного интана объекта. Ну, точнее, интай версии 2 байта. Он максимально гибкий, потому что, по сути, на диске хранятся только сырые данные. И в итоге можно, опять же, делать с кодом все что угодно. Старые версии мы уже почитаем. Я уже говорил об этом. Но, разумеется, есть и минусы. Минусы состоят в том, что нужно писать код. К сожалению, в данном подходе никуда не деться. Именно поэтому он используется только в ленте для, ну, опять же, для основного нашего раздела. И его легко сломать. Так как мы не пишем никакой метаинформации, если кто-то забыл про патчи сериализатора, а ревью я этого не заметил, у нас проблемы. Но это легко чинится с помощью тестов. Есть такая замечательная библиотека, которая называется Random Beans. Она позволяет генерировать рандомные объекты. Соответственно, для… Ну, у нас уже написана обвязка, которая для каждого сериализатора берет и генерирует тучу-тучу рандомных объектов и проверяет, что после сериализации и сериализации они не изменились. Соответственно, тесты, ну, достаются for free, то есть их надо даже писать. Ты можешь просто зарегистрировать свой сериализатор. Ну и выводы. Выводы такие, что скорость сериализации, разумеется, важна. И поэтому уделяйте ей внимание, потому что диск не всегда работает долго. Свой сериализатор написать очень просто, собственно говоря, что мы и сделали. Всем спасибо за внимание. Мы переходим в секции вопросов, но сначала хочу предупредить, что за лучший вопрос автор вопроса получает замечательную маечку от компании JetBrains. Вот эта маечка. И не только ее. Да, и за просто заданные вопросы вы можете получить различные нишники. Спасибо за доклад. А вот вы не пробовали генерить код, который вам нужно делать bear plate? Прям, знаешь, особенно после доклада Гришина мебелся про кодогенерацию. Да, нет, не пробовали. И причина очень простая. Одно из ключевых свойств, которые мы требуем от нашей сериализации, это версионирование. Мы очень не хотим терять старые данные. Соответственно, очень тяжело написать такой кодогенератор, который будет поддерживать всевозможные мутации для данных между старыми, старые и новые версии приложения. Для каждой новой версии будете делать в отдельный файл запись и потом все это вместе по версии вытаскивать. Получается довольно симпатично. Ну, возможно, но все равно есть проблемы, которые с какой-то генерацией решить не удастся в данном случае. Но у нас на самом деле есть, ну, сейчас пишется вторая версия сериализатора, ну, то есть не примитивная, а в какой-то момент мы поняли, что нас это решение устраивает, и мы хотим выжать из него больше. В том числе мы хотим больший контроль целостности данных, мы хотим поддержку глубоких ссылок и там еще несколько фич. И вот это решение сейчас в процессе. Возможно, там будет какая-то частичная поддержка генерации для простых кейсов, когда тебе не нужно еще поддерживать версионирование. Простое, в смысле сложное, кроме там добавления полей в конец, к примеру. И для таких кейсов будет фоллбек на ручную сериализацию, но пока это только разработки еще. Спасибо. Спасибо за доклад. Я вот не понял, вы только для локального хранения это используете, либо с сервера то же самое точно так же можете десериализовать, например? Нет, смотри, мы это используем для локального хранения, потому что этот подход самый быстрый, и там есть поддержка версионирования, чего нет в случае с нашим общением с сервером. Но он тоже мог бы вам присылать нужную версию, и вы могли бы понимать тип, ну то есть он присылал инт какой-то, версию, и вы… Да, но у нас идея такая, что у нас общие API для андроидного клиента, iOS-ного и сторонних приложений. И вот в данный момент это так. Для, к примеру, локс-сообщений, это мессенджер от одноклассников. Там в некотором смысле используется похожий подход. Там вместо транспорта, вместо JSON используется месседжпак. Соответственно, данные и… Ну, миграции делают чуть по-другому. И еще вы файлики для каждого типа свои используете, либо в один файл все типы пишете? Ты имеешь в виду про маппинг между сериализатором и типом? Ну, типа вот у меня есть fit, у меня есть автор, и понятно, что fit я пишу в один файл, но как бы и автор в нем вложен. А если есть какой-то отдельный тип, там не fit и не автор, все просто в один. Нет, но отдельные файлы, да. По сути там суффикс сериалайзер идет. И bson вы, ну типа не упоминали, потому что… Ну, тут формат, да, не позволил. Ага, окей. Да. Я и так вышел зарампить немного. Спасибо за вопрос. Уже есть. Прошу прощения, вопросы уже подняты руки. Еще три вопроса. По одному. Спасибо большое за доклад. Такой вопрос. Вы смотрели в сторону таких вещей, как, допустим, смаглер? Потому что то, что я у вас видел, очень похоже на просто parcellable, то есть перевод объектов в какие-то примитивы. И, соответственно, есть библиотеки, которые уже занимаются автоматической генерацией вот этих примитивов, то есть переводом в parcellable, то есть аннотации auto-parcellable. Соответственно, если вы можете, если вы просто добавите в ваши дата-классы версионирование, то можно сразу легко и быстро как бы перевести его на автоматическую генерацию вот этого кода. Ну да, спасибо. Это хороший вопрос. Идея такая, что, во-первых, не хочется просто так втаскивать лишние зависимости. То есть в данном случае у нас… Как бы ответ из нескольких пунктов состоит. Сори, я не буду их приоритетизировать по важности. В данном случае, ну там, overhead на самом деле на добавление пары строчек в сериалайзер, он не такой большой по сравнению с там, разработкой целой фичи, да, которая влечет там добавление этого поля. Плюс… Плюс использование… Ну на самом деле мы рассматривали какие-то такие варианты, но не хочется засорять опять же вот основные наши объекты, да, поддержкой версионирования, потому что в итоге, ну в том подходе, который ты предлагаешь, мы переносим версионирование серовайзера обратно в поджо, а здесь как бы смысл был такой, что наоборот это все вынести наружу. Ну окей, в этом есть какой-то смысл. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо за доклад. Вопрос такой есть. Вот вы делаете библиотеку, развиваете версию 2. Она как-то может быть выложена на гитхаб в виде там open source, чтобы мы не просто послушали, а поиспользовали. Да, спасибо. Здесь вопрос, ну как бы сам point доклада, это скорее показать какой-то взгляд на проблему и то, как ее можно решить. Как ты видишь, сама библиотека, это по сути два метода. Ты берешь data output stream и data input stream и экстендишь, добавляешь, что один метод. И у тебя все работает. То есть это просто как бы реализация, ну как бы это просто показ подхода, не больше. И во второй версии там будет примерно то же самое, там ничего сверху вас не появится. Ну вот если говорить про вторую версию, то там возможно будет open source уже. Там уже идет, она основана на SIP-боре в формате представления данных внутри. И там все будет сильно хитрее. Ну выложите, будет интересно посмотреть. Спасибо. Ну там уже будет отдельный доклад, да, конечно. Спасибо за вопрос. И последний. Ага, видим. Нет, прошу прощения, но первым был молодой человек. Артем управляет, модерирует. Спасибо. Спасибо за доклад. А вот у меня вопрос такой, как бы там про управление версией, да, вот там вот на одном из слайдов была version 1, да. А, например, вот в кэше сохранился у пользователя версия 1, приложение обновил, а там появилась файл с версией 2. Вот как это обходится? То есть именно переход от версии к версии. И между деградацией что ли? Ну здесь, не, наоборот, здесь и реализация, как бы поле добавилось. Ну в смысле там есть код, который говорит, что окей, вот я знаю свою версию, я знаю версию данных, которые лежат на диске. Соответственно, я читаю вот только те данные, которые я там ожидаю увидеть, потому что я знаю версию. Я знаю, что там поля, которые появились в версии 2, там, к примеру, поле там все, наверное, его уже не будет. Следовательно, оно не прочитается. Все, сериализация хочет работу, создаст объект с дефолтным значением для второго поля, и сериализация пойдет дальше. То есть он не может из неправильного места прочитать, да, там, по оффсетам. Да, но это как раз решается тестами. То есть контроль за этим лежит снаружи. И здесь как раз идея в том, чтобы данные на диске были максимально плотными. А вот, да, про тесты тоже вопрос. То есть ты говоришь, что там у вас сериализация, а здесь сериализация тестится. Но это же тестится с определенной версией. А вот именно если переход от версии к версии, то есть у вас тесты прогоняются на все версии там или нет? Нет. На актуальную, да? Да. Понятно, спасибо. Спасибо за вопрос. Коллеги, остальные вопросы можно обсудить, будет в перерыве с докладчиком. Спасибо большое нашему докладчику. Спасибо.